Девушки отдыхают 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 А вот, кстати, и домик, где жил маленький Алексей Максимович у своего деда Красильщика Коширина И долго он здесь жил? Да что-то, кажется, лет пять А что это за крест? Вон там, в углу Под этим крестом погиб цыганок Помните, в детстве горького? Помню А вот здесь, а wow, а вот здесь, акака, а вот здесь, аgood Б drum historically, а... А вот здесь ака впадает в Волгу Ну вот, мы с вами осмотрели почти весь город. Спасибо. Только я очень устала и хочу есть. Вот болван, как же это я раньше-то не подумал. А ведь у меня, кажется, что-то тут есть. А ну-ка, давайте посмотрим. Что там у вас есть? Сейчас. Сейчас, сейчас, вот. Ой, спасибо. А это вам. Ну а теперь пойдемте на пристань. Поищем чего-нибудь более существенного. Пойдемте. Там, кажется, где-то есть рынок. О, бежим! Скорее! Ну как? Так, вкусно? Очень. А вы что, были ранены? Нет. Это я сапогом ногу натер. Получилось воспаление. Пришлось задержаться здесь, в госпитале. А я думала, вы на фронте были. Нет. Я ищу курсант. Яду авиационную школу. А я к тетке. Хотела в этом году в медицинский. До этого война. Я тоже хотел в институт. В какой? Инженерно-строительный. А-а-а. Вы, наверное, в Москве живете? Ага, в Москве. А вы где? А я в Смоленске. А родители ваши? Их нету. Папу убили подорожью, а мама... Давно умерла. Осталась только тетка. А вот какая она? Даже не знаю. Еду и не знаю. Никогда ее не видела. Войска вели тяжелые, упорные бои на всем фронте. Особенно напряженные бои с превосходящими силами противника продолжались на Волоколамском и Калининском направлениях. На Моргайском направлении положение ухудшилось. Немецко-фашистские войска, против против наших частей, большое количество танков, мотопехоты на одном из участков прорвали нашу оборону. Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, нанося ему тяжелые потери. Но вынуждены были на этом участке отступить. За 14 и 15 октября над Москвой сбито 28 самолетов противника. Вам холодно? Вы промокли? Нет-нет, ничего, не тепло. О, руки у вас как ледышки. Давайте их погреем. Не надо, Володя. Давайте-давайте. Не надо, не надо. Вы совсем-совсем замерзли. Нискоречко я не замерзла, что вы? Ну как же вы все дрожите? Я здесь не буду шевель, и мы с вами оба и укроемся. Не надо, зачем? Ничего-ничего-ничего-ничего-ничего. Вот так. А теперь положите голову домой в рюкзак и уснете. Да я не усну. Уснете и уснет. Ложите. Ну прям. Вот так. А немец, наверное, сейчас Москву бомбит. Ну откуда вы это взяли? Это я знаю. Слышали, как передачу оборвали? Ну и что? В Смоленске перед тревогой тоже так оборвали. А мы сразу на крышу. С зажигалки спрасываем. Стоим на крыше. В кругом стрельба, срывы, дым, огонь. А мы стоим. Ох и страшно было. Ну а наши, наши самолеты, разве их там не было? Их не было. Совсем не было. Что же теперь будет? Что будет? Все будет хорошо. Не может. Не должно быть плохо. Неужели все когда-нибудь опять вернется? Неужели вернется, а? Непременно вернется, Оля. Непременно. И тогда все эти люди, и их дети, что лежат сейчас здесь, под дождем, придут домой, зажгут свет, включат радио, и всем им снова станет тепло-тепло. Италия. 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 Эталия. 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 Нормально! Ой, сколько народу! Сейчас здесь будет целое столкотворение. Держитесь крепче, не отставайте. Оля, это же booklet. Оля! Оля, это вопрос ли ты! Оля! 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 Защитивайся, вы не стоп, стерзь вас, возьмите совсем! Оля! Оля! А куда ты, Оля? А-а-а-а! Проходи! Не задерживайся! Проходи! Не задерживайся! Проходи, город! Куда тебе? Куда тебе? А-а-а! Оля! Оля! А-а-а! Ах! Как здесь пройти на паку? А вот туда! Оля! Куда прешь? Да что отчемел парень? Пусти! Я спрыгну! Назад тебе говорят! Вуаля! 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 Здесь отдел иллюстрации? Да, здесь. Я к вам по одному делу. Я слушаю вас. Видите ли, совсем недавно, буквально два дня назад, я отдыхал в Крыму и случайно увидел ваш журнал, в котором мне показалось, может, я ошибаюсь... А что вы увидели в нашем журнале? Одну девушку. Прошло, знаете ли, много лет, я был уверен, что она погибла. А она вот, оказывается, жива. Я к вам прямо с самолета. А вы не ошиблись? Нет, ну что, что. Хорошо, посмотрим. Пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, ваша чемодан. Спасибо. Какой номер журнала, где вы увидели вашу девушку? Апрельский, номер 14, за 1956 год. Вот. Вот она. Вы не могли бы мне сказать, где был сделан этот снимок? Конечно, могу, это же очень просто. Сейчас мы посмотрим негативы этого номера. Какой вы говорите месяц? Апрель этого года, номер 14. Угу, апрель. Так, 12, 13. Вот, кажется, они. Ну да, они. Ну, теперь давайте смотреть вместе. Так это не то, это тоже не то. Вот. Ну вот видите, как все просто. Подождите-ка, что там написано? Предмайское соревнование и Иванов. Что это значит? Странно. Что странно? Почему-то здесь не указано, где это снято. Что вы говорите? Очевидно, это любительская фотография. Но все равно на конверте должен быть адрес любителя. Здесь почему-то ничего нет. Да. Подождите меня одну минуточку, я сейчас вернусь. Хорошо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. Да. Это Оля. Ну, конечно, Оля. Оля! 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 Не упаси, лейтенант! Не спотыкнись, Володя! Володя! Ты, ты здесь! Откуда? Почему? Как? Да вот, служил эскадрилье оружейника. Вот здорово-то, а? Вот хорошо! Он тебя тогда на пристани, тебя искал, кричал, звал. Хотел только, понимаешь, броситься в воду. Я тоже тебя искала. Долго-долго искала. А, черт! Ну, мы же сейчас с ребятами улетаем в тыл, за самолетами. Знаю. Ночью за вами прилетит Дуглас, мы ждем его. Да сейчас, сейчас! Где же мне найти тебя? Иди, Володя, я сама тебя найду. Иди. Простите, что я задержала вас, но произошла какая-то путаница. Видите ли, иногда фотовубитель присылает нам письмо, и оно попадает в отдел писем. А отдел писем передает нам фото, а письмо оставляет у себя. Сейчас я туда заходила, но они не могли сразу найти нужное вам письмо. Так что, вам придется прийти еще завтра. Ну что ж, спасибо. И до свидания. До свидания. Я обязательно приду к вам завтра. Пожалуйста, приходите. Эй, Виктор! А ну, давай! О, Владимир Андреевич! Дядя Володя! Откуда это вы? Гуляешь, старик. Ну что вы, дядя Володя, эти ребята вчера заходили, мы посидели с ними немножко. Здорово, видать, посидели. А ну, одевайся и убери это все. Уже одиннадцатый час. А как же ваш отпуск, Владимир Андреевич? Буду отдыхать пока в Москве. Уже одиннадцатый час. Ваш запрос сообщает, что старший сержант Миронова была воздушным стрелком в экипаже капитана Воронина. 14 марта после выполнения боевого задания самолет был обстрелян истребителем противника и взорвался в воздухе. Ты взорвался в воздухе. Почему не спите, лейтенант? Не хочется. Душно. Врешь. Ольгу нашу поджидаешь. А вам какое дело? Есть дело, раз говорю. Ты зачем сюда пожаловал? В тыл лететь или с девками филонить? Если лететь, иди и спи, завтра полетишь. Прошу меня не учить. Буду учить. Если потребуется. Ты что, поразвлечься задумал? Кто вам дал право? Господь Бог. Почему вы так со мной разговариваете? Кто она вам? Она в моей скадыли, обслуживает мой самолет. Но не вас же. Видать, лейтенант, тебе мало в жизни морду били. Что? Знаешь ли ты, пижон, что это за девушка? Знаешь ли ты, что никто в полку к ней прикоснуться не смеет? Вы ошибаетесь, товарищ капитан. Я эту девушку знаю раньше вас. Мы познакомились в начале войны, а потом потеряли... Володя, ты здесь? Здесь, здесь этот самый Володя. А, это вы, товарищ капитан? Между прочим, Завьялов его фамилия. А, это наш командир. Мы уже познакомились. Только вот товарищ командир никак не хочет брать меня воздушным стрелком. Он считает, что я недостаточно доросла до этого. Ну ладно, я пошел в спокойной ночи. Спокойной ночи. Это Вороня наш летчик. Он у нас самый смелый, самый сильный, настоящий герой. Да, Оль, ты бы шинель накинула, а то сыро очень. Да я ненадолго. Я скоро вернусь, товарищ капитан. Я скоро вернусь. Вы меня слышите, товарищ капитан? Слышу, слышу. Пошли? Пошли. А я уж думал, что ты не придешь. Ну вот еще. Почему же? Капитан наш скоро, наверное, героя получит. Его уже профессионали. Ну как? А ты тоже штурмовой, Володя? Нет, я его следую. А чем же ты летаешь? На Ла-5. А теперь уж и не знаю. А что случилось? Я повторялся, Марш. Да ну. Да, не удалось мне уйти от нем. Я повторялся. Погнался за ним, избил его. А другой вдруг вынырнул откуда-то. Черт возьми, я и не ожидал. Пристроился ко мне в хвост, насел на меня и зажег. Пришлось прыгать. Он как? Да. Жалко, хорошая машина была. У нас тоже вчера два штурмовика задания не вернулись. Попали, наверное, подогонки. Ну, пошли, ребята. А вот и моя поляна. Я нашла ее, когда разбился скворцом. Кто это? Паша Скворцов, наш летчик. Его на моих глазах сбили мессоры. Это первая смерть, которую я увидела. Командир запретил мне плакать. Тогда я пошла в лес. Набрела вот на эту поляну. Села вот здесь и плакала. И никому-то до меня не было дела. Так же, как сейчас до нас с тобой. Мне кажется, что этому капитану есть до нас дело. Не надо о нем, Володя. Что он хочет от тебя? Что ему от тебя надо? Да, я думаю, он хочет, чтобы мне было хорошо. Может быть, любит меня чуть-чуть. А может, просто жалеет. Они все здесь меня любят и все заботятся обо мне. Но ведь я тоже люблю тебя, Оля. Ужасно люблю. Все это время я думал о тебе, мечтал увидеть тебя. И я. Я ведь в авиацию пошла, чтобы найти тебя. Да. Ну, конечно. В Астрахани военком ни за что не хотел принимать меня. Тогда я пошла в горком комсомола. Там мне тоже отказали. Я ходила туда день и ночь. День и ночь. И вот видишь, добилась. Да. А где мой чемодан? В Москве. И книги твои. Они стоят на полке в моей комнате и ждут тебя. Когда кончится война, и мы с тобой вместе вернемся домой. Зажжем свет, включим радио, и нам станет тепло-тепло. Ты помнишь, говорил мне это на тристанье? Помню. Я все помню. И как мы с тобой по городу ходили. Как огурцы с капустой ели. А потом как... Дуглас, это за вами. Пойдем, Володя. Подожди. Где и когда я теперь найду тебя? Где? Ты найдешь меня, Володя. Найдешь, если любишь. Такие отклонения бывают всегда, когда летчик не выбирает ручку и земляется с полуопущенным хвостом. Но эти отклонения не так уж страшно, если умеешь их правильнее сказать. Афанасий Петрович! Товарищ полковник! О, Завьялов! Ты чего это раньше срок? А ведь она жива, Афанасий Петрович, жива. Кто жива? Миронова, Оля. Помните? Но вы же ее хорошо знали. Вы же письма мне ее передавали. Ах, Миронова, мираж, мой друг, мираж, воздух ловит. Уверяю вас, она жива, я ее видел. Где ты ее видел? На фотографии, в одном журнале. Майор, ты, по-моему, того, чайник. Товарищ командир, прошу разрешить вылет курсантам второго звена. Давай им костров задание, я подойду. Есть? Ну, допустим, допустим, твоя Оля жива. Ну, а что ты от меня-то хочешь? Вспомни, Афанасий Петрович, может, ты встречал того замполита. Какого? Ну, который письмо-то прислал о ее гибели. Может, там есть какие-нибудь подробности, детали? От тех, кто сгорает в воздухе, деталей, браток, не остается. Но это же ошибка, ошибка. Я завтра буду в редакции, мне скажут, где живет сейчас он. А дальше что? Что дальше? Дальше что будешь делать? Ну, дам немедленно телеграмму, вылечу на самолет. Гляди, гляди. Это Шевлягин. Вот чертенок. Твоя школа. Так, значит, штурм, таран, атака, да. Афанасий Петрович, неужели ты не понимаешь, что такое для меня Оля? Ведь если я ее найду... Ну, что тогда? Тогда? А? Ну, тогда... Не знаешь? На-ка вот бараночку съешь, я тебе скажу, что тогда. Допустим, она жива. И ты, узнавши ее адрес, как говорится, где эта улица, где этот дом, нашел ее. Вот эта улица, вот этот дом, а вот и гражданочка, что ты влюблен. Только гражданочки-то уже за 30. Детишки-ребетишки в школу ходят. Муж в бане парится. Скоро вернется. Но этого не может быть. Эх, еще как может, еще как может. Решите обратиться, товарищ командир. Слушаем. Паршютисты первого отряда к прыжкам готовы. Сажайте людей на самолет и ждите команды элитов. Есть. Идите. Теперь вариант номер два. Ты ошибся, это не она. Вообще, честно говоря, первый вариант тебе выгоднее, легче. Потому что если она жива, и 12 лет от нее ни звука, ни письма, то что это может означать? Понял? Ага. А если понял, то на кой хрен, извини, меня ты ей нужен? Что, корять будешь, слезы лить? По какому такому праву? Война, брат, все списала. На, баранчик. Не хочу я вам, баранчик. Я вижу, брат, что оба варианта тебя не устраивают. Давай третий разберем. Третий вариант. Во, замели ее. Как замели? Ну, забрали, вроде тебя. Может, она действительно спаслась. На парашюте спустилась. Но куда? В оккупированную. Ну и что, я тоже там был. Ты, ты другое дело, она баба. И что она там делала, неизвестно. Может, с немцами снюхалась, а может, еще что. Ну, ладно, хватит. Нет, ты послушай. Погоди. Да, я не хочу тебя слушать, не хочу. Да брось ты, дурака, баранчик. Черт, ты воеватель? Что ты, что ты, обиделся, что ли? Я ведь твою легенду хорошо понимаю. Тебе совсем не Ольгу эту надо. А в армию обратно хочется. Вот она в чем, Петрушка-то. Прошлую жизнь воскресить хочешь. Пойди. На реактивных летать мечтаешь, да? А дороги тебе туда нет. Нет. Закрыта она для тебя, майор Запаса Завьялов. Закрыта. А на твоем личном деле, что в архиве полка хранится, красным карандашиком наискосок надпись имеется. А те, кто эти надписи делал, судили и будут еще судить. Ну и что? А и то? Много-то я вижу в полиции, понимаешь? А ты понимаешь? Что я? Я проотвращенный жук. Вот именно что жук? Чего? Подпроченный капе бросить. Иду, иду. И вот что, Володя, ты в этот теплый ветер, о котором сейчас все поговаривают, не очень-то верь. Не мечтай свой парус на него поставить. Подует, подует он и все по-старому пойдет. Ой. Да и чего тебе-то, рыбца? Служба, есть деньги, идут. Молодой, здоровый, холост. Живи, хватай. На бараночку я пойду, а в следующий раз договорим. Не будет. Чего не будет? Разговора с тобой, Симонюк, больше не будет. Как он мог такое искать, сволочь? Нет, то, что было, никогда уж не вернется. Никогда. Симонюк, больше не вернется. Стрела, стрела, справа рама. Леша, справа рама. Вижу раму. А ну, Володя, рванем ее, а? Есть! Берегись, Леша, Мессер! Мессер, Мессер, Лешка, Мессер! Берегись, Леша, Мессер! Продолжение следует... 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 В отдел по розыску лиц пропавших без вести Прошу начать розыск гражданки Мироновой Ольги Алексеевны Она красивая Интересно, а сколько же ей теперь? Да в 41-м было 17, стало быть теперь 32 Ну а если вы ее отыщите тогда, что? Поженитесь? Это будет зависеть от нее Очень интересно, прочел бы в газете, ни за что бы не поверил Почему? Да слишком уж романтично Я, признаться, даже не подозревал, что в наше время может быть такая любовь Послушай, Виктор, а у тебя есть девушка? Ну там, в Ленинграде Была, теперь нет Поссорились? Нет, характерами не сошлись Серьезно? Так, ей хотелось одного, мне другого Ну а чего тебе хочется? Что вообще? Ну хотя бы вообще Путешествовать по всему свету Все посмотреть, все увидеть А языки ты знаешь? Французский немного Так, комси-комса Это как же так? Да ведь вы знаете, как раньше иностранные языки преподавали? По столько-то часов, столько-то слов Перевести со словарем и точка Разговаривать не умели Да и к чему? Сами никуда не ездили К себе никого не пускали Читать современных иностранных писателей тоже не читать Даже по радио иностранные слова и то нельзя было случить Их глушили Одним словом, как говорится, период культа личности Выключи-ка, пожалуйста, ради Вот ты, Виктор, часто говоришь Культ В период культа В объеме культа Ну а что ты подразумеваешь под этими словами? Ну как что? Мрачный период нашей истории Время, когда невинных людей бросали в тюрьмы и расстреливали Когда правда была в загоне Когда... Ну что вы мне такие вопросы задаете, Владимир Андреевич? Ну разве вам само это не ясно? Да, мне еще не все ясно Вот почему я у тебя и спросил Что ты, разумеешь, под словами культ В период культа И ты мне ответил Время беззакония Подавление правды И в этом я с тобой не согласен Вы не согласны? Вы, который лично пострадал от этого самого культа? Да я этому никогда не поверю Да неужели вы жалеете, что с ним покончено? Нет, не жалею, а радуюсь Бесконечно радуюсь, как и все Но боюсь, что для тебя Долгие годы нашей истории Это всего лишь период культа Период беззакония, неправды и произвола Ну а для вас? Для вас? Для меня Для меня это сложнее Видишь, Лим Я многое видел Многое помню И не только плохое, но и хорошее И не могу Не имею права назвать прожитые годы Только двумя словами Период культа Потому что и в те годы совершались подвиги Росла и крепла наша страна И миллионы людей И я в том числе Искренне верили в святость того, что делали Не из страха, не из принуждения верили А потому что не могли иначе жить Ну а культ? Культ! Ведь вы же несколько лет были в лагерях Вас лишили самого дорогого Право летать Почему же вы молчите о нем? Да нет, я не молчу о нем, Виктор Я не молчу Культ Сталина надолго лег на нашу жизнь Черной тенью Мы бы и в войну меньше крови пролили Если бы не культ И не все то мрачное, что с ним связано Ладно Не будем больше спорить, Владимир Андреевич Пойду, пройдусь немного Я ненадолго Гуляй, гуляй Да Полковник Симонюк не верит, Оля, что ты жива Те, кто сгорает в воздухе, не воскресают, сказал он А я верю Ты жива Ты существуешь И я найду тебя Непременно найду Пока ничего нового нет Мы по вашему делу направили два запроса Один в Министерство обороны Другой в наградной отдел Из министерства ответ пришел Из наградного еще нет А можно узнать, какой ответ? Пожалуйста Вот Прочли? Прочел Теперь подождем ответа из наградного И когда это будет? Не знаю У них не одно ваше дело А почему вы не запрашиваете Астрахань? Там же сказано, что в Астрахани живет сестра ее мать Запросим, гражданин, запросим Всему свое время Послушайте Послушайте Вы человек или не человек? Неужели вы не способны понять горе другого? Что с вами? Вам плохо? Нет Попите воды Выпейте Простите, я, кажется, обидел вас Но поймите, что человеку в моем положении Да Да, я Что? Сейчас Сейчас еду Еду, сейчас же я Ну вот и приехали Надеюсь, вам теперь лучше? Да, да, благодарю вас А ну-ка, обождите Пойдемте, Ксения Петровна, я вас пропожу Вы на каком этаже живете? На четвертом Лиза! Где Лиза? Господи, да вы успокойтесь, Ксения Петровна Колику сейчас скорой в больницу увезла И Лиза с ним В какую больницу? В какую? Вот не знаю, право В суматохе-то я как-то не спросила Ах, какая ты наша Ксения Петровна, вам принять лекарства и прилечь Вот и правильно Правильно, вы выпейте капель, Ксения Петровна, и ложитесь Ложитесь и успокойтесь И успокойтесь А вы уж тут поухаживайте за ней, молодой человек А я побегу А то у меня мужик, наверное, с работы пришел, голодный сидит Горе у них Ой, горе Где ваше лекарство, Ксения Петровна? Вон там, в коробочке Вот в этой? Угу Спасибо Почему на свете так много злых, жестоких людей? И все-таки их меньше, чем хороших Я раньше тоже так думала Как бы все-таки узнать, в какую больницу их отвезли? У нас нет телефона Я могу позвонить из автомата? Ну, мне кажется, что лучше немного подождать Что с ребенком? Сколько ему? Всего только месяц И весь этот месяц Мы пытаемся его спасти Неделю назад доктор сказал, что он будет жить И вот теперь Я почти вас совсем не знаю Но почему-то уверен, что вы сильный человек И, наверное, в жизни видели немало горя Да и работа у вас такая Нет, работа моя хорошая, добрая, нужная Я вас спросила Почему так много злых людей Это не мои слова Это Лиза меня сегодня ночью спросила И я ей ответила Так же, как вы мне А если ребенок умрет Что я ей отвечу Что я отвечу Вы бы не вставали, Ксения Петровна, а? Чего? Мне уже лучше Раньше злые люди были незаметнее Их с трудом можно было различить А теперь со зла сорвали все маски Злых стало не больше, а меньше Но они теперь голые Голые и наглые Для них нет ничего святого Они теперь ничего не боятся Ничего и никого Мне очень неудобно, что я заставила вас возиться со мной Ну что вы, что вы А мне может пойти все-таки позвонить по телефону? Нет, нет, я сейчас сама от соседей позвоню А вы идите Спасибо вам Большое спасибо До свидания А насчет Астрахани вы не сердитесь Мы уже послали запрос Только почта У нас очень мало денег на телеграмму Если хотите, телеграфируйте сами Адрес Советская, 15 Квартира, 1 Субтитры сделал DimaTorzok Значит, все Конец Симонюк был прав Те, кто сгорает в воздухе, не воскресают Не воскресают Не воскресают Нет, это не ты Не ты Это только какая-то чужая женщина Только похожая на тебя Только похожа Чужая женщина Чужая женщина Чужая женщина Чужая женщина Чужая женщина Кто это Кто это Кто там Товарищ, пожалуйста Там авиа Я здесь живный Здесь Здесь он живет Это вы Да, я Моя фамилия Прохорова. Ну и что? Мама просила передать вам вот это. Срочно. Что это? С запроса сообщаем, что старшая дистанция Миронова была набреждена в 43-м году орденом Красной Звезды, в 44-м году орденом Отечественной войны. Этот орден был вручен в 50-м году по месту жительства в городе Ленинграде, где она проживает по Малохтинскому проспекту, дом 14, квартира 8. 8. 8. Эту бумагу мама получила в конце рабочего дня. Она сняла копию и просила передать ее вам. Вы... Лиза. Да? Да, Лиза. Ну, у вас, кажется, несчастье. Болен ребенок. Он умер. Умер. А вот и я. О, у вас гости. Зачем ты сюда пришла? Ты здесь? Ты здесь? Как же? Вы... Он? Вы... Как же? А-а-а-а! Что с ней? Лиза! Лиза! Лиза, остановитесь! Лиза! Лиза, остановитесь! Лиза! 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 Лиза, наконец, расскажите, что произошло. Вы что, были знакомы с Виктором? Он мой родственник, я имею право вас спросить. Родственник? Если бы я это знала, я бы близко не подошла к вашему дому. Пропустите меня. Что он такое сделал с вами? Я ненавижу его. Спустите. Лиза. Погодите, Лиза. Отстаньте от меня. Не приставайте ко мне. Вы получили свою бумагу и радуйтесь. Нет, вы так от меня не уйдете. Я не отпущу вас. Пока он мне все, все не расскажет. Вы поймите, вы мне принесли известие, которое перевернуло всю мою жизнь, а взамен получили удар. Еще один удар. Это несправедливо. Так не должно быть. Слышите, Лиза, не должно. Идемте. Сядем где-нибудь и поговорим. Идемте. Ну вот, садитесь. И рассказывайте. Все рассказывайте. Зачем? Зачем? Разве можно что-нибудь изменить? Все можно изменить, Лиза. Все. Я ведь тоже думал, что человек, который для меня дороже жизни, погиб, умер. Но я не поверил этому. И оказался прав. Вы не видели ее могилы. Пока не видишь могилы, нужно верить. А я... А я похоронила Коленьку сама. Понимаю. Это большое горе. Но вы еще так молоды. Нет. Нет. Я уже прожила тысячу лет. Тысячу лет за каких-нибудь полгода. Успокойтесь, Лиза. Успокойтесь. Это все пройдет. Пройдет. Только не надо таить в себе свое горе. Расскажите мне все-все. Я почему-то уверен, что могу вам помочь. Помочь? А как? Как? Вот скажите мне, что вы сейчас видите перед собой? Я перед собой? Ну да. Что вы видите перед собой? Как? В каком смысле? Вы сейчас видите перед собой письмо, которое я вам принесла. А за ним, за этим письмом вы видите жизнь. Дорогу. А в конце дороги ее. Ту, которую любите. Которую хотите найти. А я... А я ничего не вижу. Только кусты. Траву. Фонари. И больше ничего. Ничего. Я как слепая. Поздравляю, Владимир Андреевич. Я только что прочел ваше письмо из наградного. Ты знал эту девушку? Да, знал. Мы с ней вместе учились в Ленинграде в одном институте. Кстати, Владимир Андреевич. Может мне сейчас позвонить в Ленинград знакомым ребятам, чтобы они сходили по адресу, который указан в этом письме. Погоди. Положи письмо на стол. Вот так. И не трогай его больше. Ага. Ту, либо ты, папу. Ты что, ты был близок с ней? Ну, как вам сказать, Владимир Андреевич. Одно время мне казалось, что я люблю ее, но потом, к сожалению, все прошло. Это не было той большой настоящей любовью. Вот когда вы мне рассказывали о своем чувстве... Оставь! Оставь в покое мои чувства. Ты что сказал Лизе, когда узнал, что будет ребенок? Да ничего не сказал. Просто мы с ней стали реже встречаться и все. Так, понятно. А дальше? Я не понимаю, Владимир Андреевич, это что, допрос? Нет, почему же? Мне кажется, я имею право знать, почему эта женщина, завидев моего племянника, бежит от него. Как от чумы. Но я же вам все объяснил. А потом, что я по вашему должен был сделать? Жениться на той, которую не люблю? Погоди о любви. Ты что сделал, чтобы ей помочь? А что я мог по вашему сделать? Я пытался убедить ее, что мы не можем сейчас иметь ребенка, что я сейчас не в состоянии. Врешь! Ничего ты этого ей не говорил. Ты просто бросил ее одну, беременную, без всякой помощи в чужом городе. И скрылся. Бежал. Ты трус, мой племянник. Зачем вы так? Владимир Андреевич, я понимаю, что вы помогали мне во время учебы, что я приезжаю к вам, живу у вас, однако это не дает вам права разговаривать со мной в таком тоне. А кроме того, ничего же, собственно, не произошло. Ребенок ведь не родился. Подлец. Ты даже этого не знаешь. Как? Значит, он все-таки родился? Ну, черт. Ты принадлежишь к породе опасных людей, Виктор. Вы не имеете права так говорить. Я не виноват, что Лизу сохранила ребенка. Ведь она же знала, знала. Дура, дура. Ведь я же говорил ей, что мы никогда не будем вместе. Ведь я же предупреждал ее, что мы не можем иметь ребенка. Дура, дура. Ну, если ребенок все-таки родился, то я, разумеется, буду помогать ему, буду заботиться о нем, платить ему эти алименты. Не придется этого делать. Ребенка уже нет. Он умер. Умер? Этого не может быть. Не может быть. Этого не может быть. Лиза схоронила его несколько дней назад. Теперь слушай меня. Когда я шел сюда, я думал, набью тебе морду и спущу с лестницы. Мне следовало бы так поступить. Но я не дотронусь до тебя. Мне противно. Через час я еду в Ленинград. И не хочу, чтобы ты оставался в моем доме. Бери свои вещи и катись отсюда, чертовой матери. Ты кончил институт, достаточно взрослый, и в моей помощи больше не нуждаешься. Уходи. Я не хочу тебя больше видеть никогда. Все. Завьялов был необычно встревожен. Теперь, когда он точно знал, что Оля Миронова жива, слова Симонюка не выходили у него из головы. И действительно, почему все эти годы Оля не вспомнила о нем? Не попыталась найти его? Или написать ему хотя бы несколько строк? А может... Может быть, она давно уже вышла замуж? Тогда зачем? Зачем он ищет ее? Зачем учиться к ней в Ленинград? Зачем выключить? Зачем ягодить? Зачем ягодить? Зачем ягодить? После jewelVA. После boss Aufовер YouTube? Послеakovанам и проверить. Выпетит торги воспитывает ли к бичокусссссссссссссс找ий. Перевер Sachen ки упитая.